В первые минуты матча В первые игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» сумели отправить в ворота «Заречных Бобров» сразу две шайбы. Но спустя всего несколько минут красный свет загорелся уже за нашими воротами. Тоже дважды. Второй период прошел на равных, команды обменялись голами и на перерыв ушли со счетом 3-3. Те ребята немножко постарше, которые приехали из «Заречного». Ну и у нас ребята, я так посмотрел, даже лучше играют, чем это на область, вот в плей-оффе даже. Интересно очень, игра жесткая на самом деле. Несмотря на то, что товарищеский матч, интересно смотреть. Даже интереснее, чем некоторые матчи у нас в сезоне были. Воротаристы очень хорошо, что в нашей команде очень отлично выступают, что в «Заречной» команде. И хотелось бы, чтобы видеть больше комбинаций красивых. В третьем периоде «Заречные Бобры» отправили в наши ворота очередной гол. Сыровчане ответили шайбой. Исход матча решился за две минуты до финального свистка. Фортуна улыбнулась гостям. 4-5 в пользу хоккейного клуба «Заречные Бобры». Тяжело было, конечно. У вас там ребят помоложе, я думаю, как собрали хорошую команду. Но в счет 5-4, по игре, я думаю, что могли выиграть. И нам повезло где-то больше просто. Товарищеские матчи с командой «Заречные Бобры» спортсмены «Саров Инвеста» стараются проводить регулярно. А такие встречи позволяют хоккеистам обмениваться мастерством и делиться опытом друг с другом. Команда хорошего уровня. Мы просто решили сделать, благодаря Владимиру Витальевичу Розанову, такой матч закрытия. Просто порадовать болельщиков. Не хотели заканчивать поражением сезон, но в итоге мы им закончили. Огромное хочу сказать спасибо болельщикам. От лица руководства, от лица команды, от тренерского штаба. Респект вам. Приходите, люди, мы вам рады. Этот сезон закрыт, а в конце августа «Саров Инвест» начнет подготовку к новому хоккейному сезону. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. В Республике Крым завершился чемпионат России по стрельбе из лука. За победу боролись более 300 спортсменов из 31 региона России. По итогам женских командных соревнований в дисциплине «Блочный лук» золотую медаль завоевала соровчанка Альвина Логинова. Вместе с ней на высшие ступени педестала подсчета поднялись Юлия Костина и Елизавета Князева. С 26 по 28 апреля в Обнинске прошел 28-й чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс». Честь нашего города защищал клуб спортивного плавания «Атом». Соровчане завоевали 10 медалей в личном первенстве. Баскетболисты спортивной школы «ИКАР» стали бронзовыми призерами первенства Нижегородской области поколения НН среди юношей 2008 года рождения и младше. Подопечные Светланы Кочкиной обыграли соперников из «Фокарена» со счетом 38-31. С первых минут матча хоккейный клуб «Саров Инвест» смог распечатать ворота «Ракета» сразу двумя шайбами. Молодежная команда сдаваться не собиралась и в конце игрового отрезка сумела сравнять счет. Второй период оказался богатым на голевые моменты. Хоккейный клуб «Ракета» смогли отправить ворота соперника еще одну шайбу, но ровно через минуту получили ответный гол. И только в конце периода молодежная команда забили в ворота «Саров Инвеста» победную четвертую шайбу. Итог игры 4-3. Игроки хоккейного клуба «Ракета» признаются, что страх проиграть товарищеский матч опытным хоккеистам у них был. «Саров Инвест» – команда опытная и играют уже не первый сезон. Но опасения молодых спортсменов не оправдались. На льду ребята показали себя на все 100%. Товарищеские матчи между командами «Саров Инвест» и «Ракета» проходят регулярно. Игры проводятся для того, чтобы понять функциональную готовность всех игроков, определить слабые места в игре команд и выработать оптимальную тактику. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Frame Strike Spare – это спортивные термины, все чаще можно услышать от саровчан. Игра в боулинг набирает популярность среди жителей нашего города. В феврале этого года в Сарове создали федерацию боулинга, чтобы объединить людей, увлеченных этой игрой. Мы решили образовать федерацию единомышленники. Мы здесь с ребятами играли, играли. Думаю, надо это как-то под контроль. Да и тем более мы постоянно организовываем турниры. Как-то это, думаю, повышать свой уровень. Поэтому решили обрести форму. Создали федерацию. В рамках федерации спортсмены проводят различные тематические турниры. Первое соревнование под названием «Шаролет» провели в начале апреля и посвятили Дню космонавтики. Руководители федерации отметили активность игроков и решили повышать свое мастерство на выездных мастер-классах. Мы ездим в город Нижний Новгород. Там есть тренеры, специалисты, которые помогают нам с образованием. В том плане рассказывают, что это такое, как это все делать правильно. Помогают нам с амуницией, потому что у некоторых уже игроков появились личные шары, личные тапочки, обувь специальная. Для сотрудников конструкторского бюро номер 12 федерация организовала специальный турнир «Дюжина». Обязательным условием было собрать на состязание 12 команд. И они собрались. Каток, Пионеры, Ядрёный Вош, Супер Марио. Среди десятка замысловатых названий своей красотой и очарованием выделялась женская команда «Незабудки». Зоя Ефремова стала участницей турнира случайно. Организаторы турнира решили, что должна быть женская команда. Меня пригласила подруга, и я согласилась. Для Зои это первое участие в турнире. До этого она играла в боулинг только в компании друзей. Так что навыки точного сбивания кеглей шарами у нее есть. Женщину не смущала большая конкуренция. Своим оптимизмом она заразила своих коллег по команде и выделила главный секрет успешного выступления. Хорошее настроение. Уверенность в себе. Ну и желание победить. Хорошее настроение не оставляло участниц турнира даже во время досадных промахов, когда шар предательски соскальзывал в желоб. Каждый страйк дамы встречали бурным ликованием. Благотворительный забег – это не спортивные соревнования, а способ привлечь внимание к проблеме адресной помощи нуждающимся. Акция «Бегущие сердца» пройдет перед традиционной легкоатлетической эстафетой в День Победы. Дату проведения благотворительного забега организаторы выбрали не случайно. Наши бабушки, дедушки, они воевали за то, чтобы у нас был мир на земле, за то, чтобы рождались дети. И все, что касается, мне кажется, здоровья детей, в этот день – это уместно говорить об этом. И если мы хотим для какой-то семьи сделать лучше, то 9 мая – это вполне подходящий день. Средства, собранные по итогам благотворительного забега, волонтеры направят на покупку специальной инвалидной коляски 9-летнему соровчанину, страдающему тяжелой формой ДЦП. Мальчик не видит, не говорит и не может самостоятельно передвигаться. Даже если ребенок не может сам передвигаться, ходить или садиться сам на постели, все равно ему нужны формы отдыха и формы бодрствования. Вот специализированная коляска со специальными поддерживающими вот такими всеми приспособлениями – это как раз возможность для ребенка бодрствовать. От участников благотворительного забега не требуется спортивной подготовки. Максимальная дистанция, которую предстоит пробежать – 2,5 километра. Присоединиться к забегу можно на любом этапе. Волонтеры организуют несколько точек для сбора пожертвований. Благотворительность, она на самом деле, она может быть частью любой нашей жизни. Мы можем быть спортсменами заниматься благотворительностью, журналистами заниматься благотворительностью, там, кем угодно. И вот благотворительный пробег – это такая новая форма. Благотворительный забег пройдет 9 мая, начало в 11 часов. Старт участникам будет дан на площади Ленина. Более подробную информацию об акции можно получить в группе ВКонтакте и по телефону. 8-906-365-96-07. Турнир по хоккею среди юношей 2009 года рождения в Сарове проводится во второй раз. В прошлом году его приурочили к столетию комсомола. А в этом соревновании посвятили 70-летию создания и испытания отечественной атомной бомбы РДС-1. 29 августа 1949 года в 7 часов утра на Семипалатинском полигоне состоялось первое испытание советского атомного оружия. В этот день мораторий американский был прерван. Так что вот с этого года, с 1949 года, мы стали обладателем тоже ядерного оружия. Всего в турнире по хоккею среди юношей 2009 года рождения приняло участие шесть команд из Нижнего Новгорода, Кстова, Первомайска, Заречного и Сарова. Чемпионат проходил по круговой системе. Понравилась организация, понравились люди, которые старались для этого праздника детям. Приятная ледовая арена, большие, много народу на трибунах, поддержка, организация, музыка. Все как надо. Детям приятно, дети рады. По итогам турнира победителем стал хоккейный клуб «Торпеда» из Нижнего Новгорода. Вторым их и Косаров один. А бронзу забрал хоккейный клуб Кстова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова